Марго, 38 лет. У Марго оливковая кожа, но оттенок золотистый. И если вы посмотрите на ее лицо, на лоб и на челюсть, то увидите, что у нее форма лица квадратная. Сегодня мы делаем естественный макияж, так называемый свежий макияж. Я выбираю теплый золотистый оттенок. Мы не будем наносить основу одного цвета. Для тебя лучше выбрать два цвета, таким образом смягчить челюсть более темной основой. Приступим. Я наношу тональный крем кистью, так как, на мой взгляд, так наносится равномернее. Тебе не нужно много тона, у тебя хорошая кожа. Спасибо. Когда наносишь руками или держишь тюбик в руках, ты его разогреваешь. Кожа на лице прохладная и основа не ложится ровно. Ты думаешь, крем замечательный, так почему же он не ложится? А вот почему. Сейчас наносим более темную основу. Мысленно проводи линию от уголка губ до уха. И на эту область мы наносим более темную основу. Хорошо. Темнее только на один тон. Важно, чтобы ты запомнила, что основу нужно наносить и на шею. Как ты видишь, я также учитываю при выборе тона основы, что сегодня ты в черном, и шея и грудь открыты. Если здесь кожа темнее, то тон основы надо выбрать темнее. А как выдавливать основу? Я, например, сжимаю тюбик. Да. Для меня это удобнее. Верно. Когда ты берешь тюбик в руки, ты его разогреваешь. И если ты выдавливаешь на кисточку или губку, это лучше всего. Эта основа жидкая, мне нравится. Она создает более естественный эффект. И ты должна наносить основу на глаза. Это будет своего рода конвой для теней. По большей части твоя основа нанесена. Я подправлю сейчас маскирующими средствами. Я использую кисточку. Но попозже доработаю пальцами. Берешь немного основы, что осталось на руках, и накладываешь поверх. Я оставила немного пудры под глазами. Когда я буду наносить тушь, и она немножко рассыпется под глазами, тебе не обязательно будет стирать основу. Ты можешь просто смахнуть вместе с игришками пудры. Теперь я придам своим глазам мягкость. Для придания мягкости взгляду мы используем тени на кремовой основе. Я использую золотистый блеск. Жидкие тени очень легко наносить и растушевывать. Ты закрываешь глаза, наносишь немного на середину века, а потом пальцами растушевываешь, начиная с середины вокруг глаза. Осторожно от уголка к бровям и вискам. Придая четкость, но не заостряя внимание. На жидкие тени мы наносим рассыпчатые, такого же цвета, очень светлые, с золотистым блеском. А на века надо нанести побольше? Совершенно верно. Для дневного макияжа точно. Тени из одной цветовой гаммы. Большой широкой кистью я нанесу тебе абрикосово-персиковые румяна. Улыбнись. Хорошо. И здесь основная масса румян. Особенно, когда у тебя лицо такой формы. Нужно создать впечатление, что лицо более овальное. Не волнуйся, если тебе кажется, что ты нанесла очень много румян на эту часть лица. Потом ты все это растушуешь. Вот таким образом. Теперь, Марго, я придам изгиб твоим ресницам. Ты когда-нибудь это делала? Да. Хорошо. Это важно, так как это открывает глаза. Начиная около самого основания ресниц. И медленно продвигаешься вверх, чтобы не получился излом. Важен изгиб, а не излом. Не ждешь долго, чтобы ресницы не распрямились. И наносишь тушь. Наносишь тушь с самого основания. И как бы наносишь взад-вперед, аккуратно. Так наносится всего лучше. Что касается губ, я не люблю наносить контур на губы. Я предпочитаю свежее лицо. И для естественного матьежа не люблю четко подведенные губы. Твоя нижняя губа более пухлая, чем верхняя. Я слегка подведу их таким же цветом, как и твой натуральный цвет. На верхнюю губу я наношу очень мягкий, естественный цвет. Вот так. Теперь я использую карамельный блеск для губ. Он очень прозрачный и придает блеск губам. Он увлажняющий. Дело в том, что днем... Ты не хочешь быть слишком накрашенной, поэтому мы и красим губы блеском. Прозрачно, нежненько. Теперь займемся бравиями. У них красивый естественный изгиб, но они слегка не ровные. Если ты посмотришь прямо, то отсюда должна идти более четкая линия. Я нарисую ее карандашом. А в этой области очень много волос. Нужно будет немного выщипать и подрисовать слегка. Вот так. Мне нравится, когда брови начинаются естественные. Много выщипывать не надо. Только в случае, если брови срослись. Необходимо все выщипывать. Многие, если хотят изменить форму бровей, например, для какого-то события, выщипывают брови. Это, конечно, дело вкуса, но я бы не увлекалась этим. Аккуратно подровняем брови пинцетом. Расчешем их. А теперь мы их немного подрисуем. Для этого я беру карандаш. Мне не нравится, когда брови нарисованы. Лицо получается злое. Но в этом случае я добавляю немного цвета. Очень редко. Как ты видишь, все естественно. Ты не рисуешь одну четкую линию, а наносишь штрихами. Сейчас я рисую дугу вниз. Если здесь не растут волосы, ты можешь просто подрисовать. Потрясающе. Мне нравится. Просто фантастика. Не слишком много космически. Все в меру. Просто супер. Спасибо. Мне нравится. Это замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok